Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Семь футов под Килем на одном из самарских предприятий торжественно спустили на воду два новых судна. В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Ордена мужества бойцам, исполнявшим свой воинский долг в ходе СВО. Глава Самары Елена Лапушкина вручила государственные награды родным и близким погибших военнослужащих. Работу пришкольных лагерей предложили продлить. Итоги летней оздоровительной кампании детей, вопросы строительства и капитального ремонта обсудили в Самарской городской думе. Пообщались с единомышленниками и показали, что удалось вырастить на грядках. В Самарском дворце ветеранов прошел традиционный праздник – осенний калейдоскоп. Сыграли со счетом 2-0. Королья Советов нанесли поражение «Зениту» в матче Кубка России. Семь футов под Келем на одном из самарских предприятий торжественно спустили на воду два новых судна. Главной их миссией станет изучение рельефа дна и планирование маршрутов для других кораблей. Суда получили имена «Рельеф» и «Василий Аршинов». В торжественной церемонии спуска судов на воду приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Где будут курсировать корабли, расскажет Ольга Павлова. Обязательный ритуал перед запуском корабля в большое плавание. Сегодня он доверен крестной маме судна «Рельеф» Наталье Федориновой. Как говорится, на удачу. Крестить корабли подобным способом начали еще несколько тысячелетий назад, сравнивая обряд с таинством, похожим на крещение при рождении человека. Как бы обычно, как ребенка крестишь, так же и крестишь этого же корабля, так же. А вот и за ним в ответе, за него потом. Сейчас волнение есть? Есть, конечно. У судна «Рельеф», как у его собрата корабля Василий Аршинов, одинаковая миссия. Обследовать глубину водоемов, русел рек и составлять карту рельефа, для того, чтобы остальные суда могли идти не вслепую, а знать об опасностях, поджидающих впереди. Помогает в этом специальное промерное оборудование, которое сканирует рельеф дна и снимает его в 3D-модели в цвете. Обследовать водоемы судно «Рельеф» уже сегодня отправится в Нижний Новгород. Ну а корабль Василий Аршинов, названный в честь одного из ветеранов речного флота, ждут в северной столице, городе Санкт-Петербург. Я хочу отметить, что предприятие вышло уже на ритмичную работу, имеет портфель заказов до 27-го года, включительно, да, Сергей Викторович? И очень надеюсь, что этот портфель заказов будет пополняться. Благодаря вашему профессионализму, вашей ответственности, тому, что вы осваиваете когда-то утраченные компетенции и восстанавливаете их здесь, на Самарской земле. Первые два корабля «ГАЛС» и «Вадим Викторовский», близнецы сегодняшних, собранные на Самарском судостроительном заводе, были торжественно спущены на воду в июле этого года. Тогда же заговорили о том, что суда такого класса впервые были построены в России. Их техническое наполнение полностью соответствует всем современным требованиям и стандартам. И сейчас в строительстве находятся еще три таких же промерочных судна, три пассажирских судна, вот они строятся, вы их видите, на стапелях стоят, с левой стороны. И подписан контракт еще на строительство морского груза пассажирского парома. Стоит отметить, что промерные суда не строили в нашей стране с советского времени. Поэтому проект, реализованный в Самаре, по словам специалистов, можно по праву назвать уникальным. Да и технический флот как никогда востребован. Русло рек меняется, и промеры необходимо делать постоянно. Без разведчиков речных глубин, как часто называют эти суда, невозможно представить развитие судоходства. Со спуском на воду новых судов, руководство и сотрудников судостроительного предприятия поздравили первые лица региона и города, пожелав кораблям 7 футов под килем. Традиционного на флоте пожелания, удачи и благополучного плавания. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Ордена мужества бойцам, исполнявшим свой воинский долг, и погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Глава Самары Елена Лапушкина вручила государственные награды семьям военнослужащих. Мэр города пообщалась с родственниками бойцов, отметив, что каждой семье будут оказаны необходимые помощи и поддержка со стороны администрации городского округа Самара. По просьбе близких военных, которые навсегда остались в строю, защищая родину и награждены орденами мужества посмертно, власти города рассматривают возможность открытия комнат памяти в общеобразовательных учреждениях областного центра. Все просьбы и обращения близких погибших бойцов будут рассмотрены администрацией города совместно с профильными ведомствами. В Самарскую область прибыл спецсостав с переселенцами с территории Украины. Шестой по счету состав доставил 266 вынужденных переселенцев, в том числе 76 несовершеннолетних. Их встречали волонтеры, социальные и медицинские работники, сотрудники МЧС, представители областных министерств и ведомств. Людей на автобусах доставили в пункты временного размещения в Кенель-Черкассе, Самару и Красноярский район. Прибывшим будет оказана медицинская помощь, будут решены вопросы с трудоустройством взрослых, обучением детей, предоставлением мест в детских садах. Переселенцам, которые найдут знакомых и родственников в других регионах, окажут помощь при переезде. Напомним, в Самарской области организовано более 100 пунктов сбора гуманитарной помощи. В Самаре продолжается строительство станции «Метро театральная». Она должна соединить отдаленные районы города с его историческим центром. Это позволит жителям Кировского и промышленного районов за несколько минут доехать до музеев, театров и других организаций, расположенных в Старом городе, и без проблем добраться на работу и домой после спектаклей и выставок в вечернее время. Последняя станция на первой линии Самарской подземки расположится в шаговой доступности от площади Куйбышева. В связи с возведением нового объекта, движение по улице Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской, где будет располагаться станция «Театральная», временно закрыта. Кроме того, предстоит введение временной схемы организации движений по другим улицам. Работы ведутся поэтапно. Сейчас в районе скверов, прилегающих к театру оперы и балета, специалисты занимаются переносом инженерных коммуникаций. Работы производят на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электрических кабельных линиях, кабелях связи, газовой магистрали. Региональные заказчики, администрация Самары, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, просят жителей Самара отнестись с пониманием к временным неудобствам. Все делается для будущего комфортного передвижения горожан по мегаполису. Станция строится в историческом и культурном центре города. Здесь традиционно сконцентрированы, расположены все театры города. И жителям, которые живут на Беземянке, в отдаленных районах, им очень сложно добираться в театр, особенно вечером после работы, по пробкам, вовремя попасть на вечерний спектакль, крайне сложно. Когда откроется станция метротеатральная, эта проблема будет решена. Зрители получат возможность посещать любимый театр, а театр получат новых зрителей. Поэтому мы очень рады, что эта станция строится. Мы ее ждем и ждем зрителей в наш театр. Итоги летней оздоровительной кампании детей и вопросы строительства и капитального ремонта образовательных учреждений обсудили в Самарской городской думе на Комитете по образованию, культуре и спорту. В заседании приняли участие члены Общественного совета при думе, а также Молодежного парламента, которые внесли свои предложения для улучшения работы лагерей и школ. Подробности в следующем материале. Этим летом депутаты городской думы проверяли организацию работы в детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания при школах. По итогам проверок и по просьбам родителей выдвинуто предложение продлить работу последних. Вышли с предложением, что все-таки лагерьного пребывания был полного дня. То есть, пока я, как родитель, нахожусь на работе, мой ребенок находится под присмотром педагогов-воспитателей, организованными мероприятиями и обеспеченный, так сказать, полноценным горячим питанием. Об этой работе говорили на Комитете по образованию, культуре и спорту совместно с Общественным советом и Молодежным парламентом. Также депутаты обсудили вопросы капитального ремонта школ. Для дополнительного контроля будут приглашать родительский комитет. Мы говорим и о питании школьников вообще, и родительский контроль, общественный контроль здесь очень-очень важен. И если будет совместный депутатский и родительский контроль, я думаю, что это будет вдвойне правильно и полезно. На заседании Комитета депутатам доложили и о строительстве и ремонте новых образовательных учреждений в городе. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Прошел ревакцинацию, защитился от коронавируса. В Самаре мобильные прививочные пункты выезжают на предприятие, чтобы сотрудники могли пройти иммунизацию без отрыва от производства. Один из таких ФАПов сегодня дежурил возле торгового центра. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Пройти ревакцинацию без отрыва от производства. К работникам самарских предприятий приезжают мобильные ФАПы, оснащенные всем необходимым для прививки. Сегодня иммунизацию проходили сотрудники одной из торговых сетей Самары. Всего около ста человек. Они уверены, коллективный иммунитет – залог стабильной работы любого предприятия. На данный момент это сейчас самая актуальная тема, потому что сейчас начинается сезон и прививок, и болезней. И нужно защитить и себя, и своих родных, и близких, и сотрудников, с которыми вы работаете. Супервайзер Александр Семельников рассказывает, первую двухкомпонентную прививку сделал еще в разгар пандемии. Уверен, именно поэтому и переболел коронавирусом в легкой форме. Чего не скажешь о знакомых, которые процедуру проходить не стали, а потом тяжело болели. Я считаю, что ревакцинация – это такое мероприятие достаточно важное. Во-первых, я за безопасность свою, ну и за безопасность сотрудников. Поэтому я в числе желающих сделать ревакцинацию. Считаю, что это очень важно. ФАПы – это кабинеты врачей на колесах, оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием. Они позволяют повысить оперативность оказания медицинских услуг для жителей. Они работают, как и мобильные медицинские комплексы, где можно пройти вакцинацию. Комплексная работа по укреплению материально-технической базы, медучреждений и развитию здравоохранения региона в целом ведется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Чтобы сделать прививку, пациент заполняет согласие, проходит осмотр врача. При себе он должен иметь паспорт и снился. После вакцинации сертификат о наличии прививки в электронном виде поступит на сайт госуслуг. Мы формируем коллективный иммунитет, в первую очередь, от тех сотрудников, которые контактируют с людьми. То есть акцент идет на этом. Чтобы у нас не было, в первую очередь, распространения коронавирусной инфекции. Народ стал более лояльно относиться к этому, потому что очень много их близких и родственников, которые были непривиты и переболели в более тяжелых формах, лежали в стационарах, имели осложнения. То есть понятие действительности уже присутствует у пациентов. Специалисты рекомендуют обязательно привиться от коронавируса всем, кто прошел вакцинацию или переболел более полугода назад при отсутствии противопоказаний. Допустимо использование сразу двух вакцин. Можно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции и сделать прививку от гриппа в один день, но в разные участки тела. Это поможет минимизировать риски одновременного течения столь опасных заболеваний. Виктория Шара и события. Под зажигательные мотивы полюбившейся народной музыки в кругу друзей и единомышленников в Самарском дворце ветеранов провожают лето. Ежегодно на праздники урожая члены общественных организаций из всех районов Самары собираются, чтобы похвастаться своими достижениями на огородах и грядках, показать, что смогли вырастить за сезон, и угостить собравшихся блюдами, приготовленными из выращенных овощей. На праздники побывала и наша съемочная группа. Традиции Самарского дворца ветеранов провожать лето такими широкими гуляниями уже более 10 лет. На первый взгляд может показаться, что это обыкновенное застолье, но на самом деле это часть праздничной конкурсной программы. Ежегодно осенью члены общественных организаций города со всех районов Самары собираются во дворце ветеранов, чтобы поучаствовать в празднике осенний калейдоскоп. Садоводы и огородники со стажем выставляют на оценку продукты, которые смогли вырастить на собственных участках, и блюда, которые из них приготовили. Как отмечают участники конкурса, это и радость, общение, и шанс продемонстрировать свои навыки садовода и кулинара. Помимо всего этого, это и соревнования. У кого интереснее, кто что вырастил, каких размеров, поделиться, посмотреть. К этому времени активисты готовят какие-то творческие выступления. То есть мало того, что показать и накрыть стол, еще и продемонстрировать в стихотворной, песенной форме те достижения, те результаты летних и дачных трудов. Праздник впервые за два года прошел не в онлайн формате, а собравшиеся такой возможности только рады. Кто-то давно не видел своих друзей и подруг, и вот наконец-то выпала возможность собраться вновь за одним столом. У нас два года мы в изоляции, мы проводили это только по интернету, а сейчас вживую, люди увидели вживую, могут посмотреть, попробовать, пощупать и посмотреть в глаза друг другу и сказать, как это все вкусно. Проводы лета прошли под зажигательные мотивы народной музыки коллектива из киноля «Перезвоны». Участники совсем недавно вернулись из Москвы, где в составе команды от Самарской области поборолись за призы программы «Поле чудес». В конце праздника участники конкурса получают подарки, карты в продуктовые магазины и полезные аксессуары для кухни. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. Он писал портреты известных горожан, но пейзажи доминировали в его творчестве. Ему удалось создать в своих работах эмоционально приподнятый и завораживающий образ природного мира Самарской Луки и Жигулей. В Самаре открылась выставка работ художника Юрия Филиппова. Она приурочена к 95-летию со дня его рождения. Тему продолжит наш корреспондент Александр Гусева. Неповторимый стиль, который прослеживается даже в написании городских пейзажей, сразу цепляет взгляд зрителя. На выставке, приуроченной к 95-летию со дня рождения художника Юрия Филиппова, никто не мог равнодушно пройти мимо картины «Радуга над Волгой». Автору всегда удавалось необычно точно передать энергию волжских красот. Он создал более тысячи живописных и графических полотен, которые выставлялись по всему миру. Произведение Юрия Филиппова вводит зрителя в радостный, декоративно яркий, пронизанный солнцем мир, продолжая традиции русской пленарной школы. Для Юрия Ивановича Филиппова действительно характерна эта невероятная любовь к родному краю. Он воистину был окольцован Самарской лукой. Он и его студенты, коей я тоже являюсь, мы путешествовали на пленеры, мы писали «Волгу», писали «Небо», писали «Облака». И все, что он делал, было пропитано любовью к родному краю. Уроженец Самарской области Юрий Филиппов окончил Пензенское художественное училище, затем Киевский художественный институт, а вернувшись на родину, начал активно исследовать территории за Волгой. Художнику очень хотелось написать новую страницу в истории изобразительного искусства живописного Самарского края. В своих работах он создал эмоционально приподнятый образ природного мира Самарской луки и Жигулей, далекого от городской суеты. Все картины очень красивые, насыщенные и захватывают то, что многие места знакомы, потому что я сам из Самарской области и многие места посещал. Именно это и впечатляет. Юрий Иванович был не только талантливым художником, но и профессором Самарского педагогического университета. Именно там он основал факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, передал свои знания не менее талантливым ученикам. Александра Гусева, Николай Епифанов. События. В Самаре на площади Славы открылась фотовыставка «Мы из Куйбышева». В экспозиции представлены работы участников ГМК-62, городского молодежного клуба, который был организован в Куйбышеве, а затем прославился на всю страну. С подробностями Светлана Тимофеева. Добро пожаловать за квасом в шахматный турнир в Стуркачах. Черно-белые фотографии словно возвращают на улицы Самары 60-летней давности. В областном центре на площади Славы открылась фотовыставка «Мы из Куйбышева». Ну, я как будто вернулся в свою юность, 62-й год. Для меня, мне было 17 лет. Я поступил тогда в авиационный институт. И жизнь была вот 60 лет тому назад. Она вот встает в этих фотографиях. Инициатива организовать выставку принадлежала Общественной палате Самарской области и ветеранам ГМК-62, городского молодежного клуба, появившегося в Куйбышеве ровно 60 лет назад. Их поддержала администрация областного центра. На выставке представлена работа трех известных самарских фотографов Генриха Вайнгардена, Владимира Емица и Бориса Смольника. Ну, я могу назвать несколько работ, но, конечно, больше всего мне понравилась работа Вайнгардена. Это где фотографии из автомобилей за стеклом. Дождь. Мне кажется, что вот это чувство принадлежности к нашей Самаре, к истории ее, прекрасно отобразили наши замечательные фотохудожники. Все три автора, чьи работы выставлены на площади, когда-то были членами ГМК-62. ГМК имел необыкновенный успех не только у нас в городе, а во всей стране. В Москве в 60-х годы на улице Горького был молодежный кафе. Туда бились, вообще не пройти. Я пришел, там толпа народа, я пробился, показал. Ну, все, молодежный клуб из Кубиша, проходите. Какие работы показать широкой публике, фотохудожники решали сами. Кто-то представил старые фотографии, кто-то новые. На многих из них история собственной жизни авторов. У меня здесь отражены времена 60-х, когда я любил спорт, природу, театр. Сам я строитель, в том числе и строительство. Принимал участие в проектировании бассейна СКА. Вот 1967 год. Отмывает окна от грязи перед сдачей объекта. И вот это ранние работы мои, ранние, во дворе. Вот мы жили на Прунзе 60, рядом с Челышевским домом. Ну, а это вот из окна моей коммунальной комнаты, как пел Высоцкий, на 38 комнат всего одна уборная. Правда, у нас было поменьше комнат, 7 комнат. Но тоже свои прелести были коммунальные. Например, общая кухня была. А вот мама моя стирает белье здесь. Всего на площади Славы представлено 50 постеров. Мне кажется, каждый посетитель этой выставки получит огромное удовольствие и окунется в мир очень красивой, качественной, профессиональной, талантливой фотографии. Покрутиться в атмосферу Старой Самары жители и гости областной столицы смогут до 6 октября. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. Долгожданная и сенсационная победа. Самарские короли советов переиграли питерский «Зенит» во втором туре группового этапа Кубка России на своем поле. Дружина Игоря Осенькина подарила настоящий праздник всем любителям футбола. За развитием событий следил наш корреспондент Анатолий Головко. Приезд питерского «Зенита» в Самару не сулил ничего хорошего, ведь в последнем туре РФПЛ дружина Сергея Симака разгромила Оренбург со счетом 8-0. А вот крылья советов провели невыразительную игру с «Химками», которая закончилась без голевой ничьей. Вопреки пессимистичным прогнозам, подопечные Игоря Осенькина показали характер и подарили любителям футбола настоящий праздник. В первом тайме кубкового поединка соперники обменялись немногочисленными атаками и разошлись миром. Все основные события в матче случились после перерыва. Бразилец Клаудиньо, который постоянно заводился из-за неудачных действий партнеров, окончательно потерял контроль над собой. Сперва он получил предупреждение за стычку с Цыпченко, уже через несколько минут увидел перед собой вторую желтую карточку, которая превратилась в красную. Легионер оставил свою команду в меньшинстве, а крылья советов этим преимуществом воспользовались. Сперва Дмитрий Цыпченко, критикуемый болельщиками за плохую реализацию, забил красивый гол за пределы в штрафной, затем под занавес матча отдал голевую передачу на Глушенкова. Максим установил окончательный счет на табло 2-0. Таким образом, Самарцы одержали первую победу на домашнем стадионе, взяли первые очки в Кубке России и догнали «Зенит» и «Московский Спартак» в группе. После матча Игорь Осенькин отметил, что отдохнуть своим лидерам дали обе команды, поэтому говорить о том, что «Зенит» выставил слабый состав, вовсе не приходится. Сергей Семак заявил, что команду с берегов Невы подвела плохая реализация моментов. Сегодня нам не удалось забить, не удалось сыграть надежно в обороне, так как нам не хотелось бы. Защитник Юрий Горшков поделился своими эмоциями после матча. По словам футболиста, команда не должна расслабляться, ведь уже через несколько дней крыльям предстоит тяжелая выездная игра в чемпионате России. Победа всегда прекрасна, но сейчас немножко порадуемся, и уже завтра надо о Ростове думать. Партнер Юрия Горшкова Максим Витюгов тоже думает о предстоящей игре на берегах Дона. Сейчас у нас очень тяжелый выезд будет в Ростов, добираться, сложная дорога, и команда сейчас у Ростова очень серьезная, которая на ходу. Молодой нападающий Волжан Сергей Пеняев рассказал, что команда в первую очередь билась ради болельщиков. Мы старались победить ради наших болельщиков, которые пришли, поддерживали нас. Кто-то бросил все свои дела ради того, чтобы в будний день попасть на этот матч. И я думаю, никто не пожалел, потому что мы постарались и смогли победить. Экс-форвард Крыльев Советов Иван Сергеев, который недавно перешел в «Зенит», был рад снова выйти на поле в Самаре. Ну, здесь все знакомо, да. Когда я приехал, много друзей осталось, и тепло встретить. То есть я очень благодарен в Самаре. Следующую игру дружина Игоря Осенькина проведет на выезде. Волжанам предстоит помериться силами с Ростовом Валерия Карпина. Матч состоится 17 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17.30. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Самараги запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, как самарцы справляются с осенней хандрой. 44% опрошенных заявили, что не знают, что это. 29% стараются загрузить себя делами, чтобы не думать об уходящем лете. 21% ответили, что к хандре относятся философски. Понимают, что скоро она пройдет. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Сдай макулатуру, спаси дерево. Телеграм-канал администрации «Самары» Вести с Дворянской призывает принять участие во Всероссийском экологическом марафоне. Приглашаются учебные заведения, общественные организации, предприятия и другие учреждения, а также жители Самары. Марафон уже стартовал и продлится до 15 октября. Для участия предприятию на своей территории нужно собрать макулатуру не менее 300 килограммов, оставить заявку на официальном сайте акции «Сдайбумагу.рф». Вторичной переработке подлежат глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка, книги, не представляющие литературные ценности. Все участники будут награждены благодарственными письмами, а самые результативные — денежными премиями и призами. Более подробную информацию можно узнать по телефону, указанному на экране. Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары сообщает жителям, что они могут оформить материальную помощь в размере 500 рублей ежемесячно. На нее могут рассчитывать семьи с детьми до 16 лет, семьи с детьми, один из родителей которых является инвалидом или оба неработающими пенсионерами. Одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды, если среднедушевой доход семьи ниже установленной в Самарской области величины прожиточного минимума. Администрация Самарского района в телеграм-канале рассказывает о еще одной встрече, которая прошла по адресу улица Некрасовская, 48. Местные жители хотят освободить двор от незаконных гаражей. На данной территории сейчас расположены четыре капитальных гаража и один металлический. Администрации Самарского района направлен запрос в ДУИ по вопросу правомерности их установки. В зависимости от полученного ответа будет приниматься совместное решение о демонтаже или запрете сноса строений. Так как территория двора является общедалевой собственностью, жители также вправе на общем собрании решать судьбу гаражей. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова